30 мужа мужики в трусах расходились вот еще в трусах ходишь я когда здесь голая ходил да сейчас в пятнадцатом эфире посижу мне стало страшно я вышла прямой эфир а там сейчас души помещу с ним вместе заходи в душ ну да и все приветики как же еще хорошо со мной что-то непонятно творится женя щас приду закрываем микрофон не скрываем подожди 10 минут человек с ромбами что мы с ним вам с ним вместе заходить заходить я возьму это полотенце две минуты ты родом из болгарщинска да не ругайтесь сколько времени у вас уже на час ночи на картинге зато у нас такое интересное свидание будет связанные с гонками как я люблю стыд прожигает да я хоть пять минут с ребятами поговорю 10 минут а то ничего не изменится найди фильм пока какой-нибудь я в ту же быстро схожу правда правда привет самым шум нет третий к тебе из благовечницка приветик если сегодня снилось чуть-чуть что со мной происходит непонятно что то как там насти якуб хорошо будет с ребятами смеют у нее хорошее настроение в общем у нее все хорошо когда они уже померятся но не знаю честно говоря они утверждают что они абсолютно разные люди и сейчас я так я понимаю они особо не страдают и у них все хорошо поэтому сойдутся они или нет сложно сказать понравилось твое интервью а что это за интервью было я много давал интервью привет что за интервью там было у нас без 22 часа минут десять посижу придумается тоже комитом ждет еще хотим какой-нибудь фильм посмотреть сейчас пока я помоюсь уже будет два часа ночи пока мы посмотрим фильм это уже будет три пол четвертого ночи такие дела что поспим три часа и уже рано подъем интервью на ютубе устала до что это татуаж очень милая как дела спасибо а женским психологом ой и я первую жизнь встретила пиа 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 жизнь вообще разговаривала сексологом то есть и это реально такая крутая женщина я и очень благодарна я очень благодарна этой встрече все общаешься нет да мы в москве скольки спать можно обычно то в 10 то в 12 в 10 в 11 подъем будет так сливочное свидание у нас сейчас посмотреть так приветик забирать телефон да скуста еще есть в 11 они пожалуйста эфир хорошо продаю такая уставшая в какой школе училась 26 посмотрите ужастик мара знаете меня в детстве был очень сильный испуг и ужастики не могу смотреть у меня возможно слабая психика и еще у меня тут недавно произошел случай когда я вот только сейчас мы об этом разговаривали честно говоря вообще не готова часто пересказывать в общем и процесс ужасный сон и я с криком проснулся мне же не час успокаивал это настолько у меня видать я жену то есть я проснулась но я еще спала в этом страшном сне и я час ходила уже все проснувшись а я думал что еще во сне но это все это может было вызвать белую горячку и потом я не могла уснуть и потом меня же не напугал хотя он ничего делал просто из-за шторки вышел я его напугалась и стала реветь просто на взрыв с истерическим паническим голосом я стал просто реветь уже я просто в шоке был он смотрел на меня и за что со мной происходит и мне стало страшно либо мне поехала крыша либо у меня сломана психика либо просто я мало сплю устаю от этого мозга просто уже все не работает настя помирил с сэмом нет ты каждая будет красивая очень красивая у тебя очень большие и рабочие губы сегодня показывали как же не с тебя слизывал сливки так мило чисто это же будет быстрее как у тебя цвета глаза болоте сто такие коричневые зеленые как болота круто круто жить на доме 2 очень интересно здесь есть действительно очень интересно вот когда я говорю что это школа жизни многие не верят не понимают но естественно никто не поверит не поймет пока не здесь не побывают потому что здесь на каких-то ситуациях ты себя поймешь если в обычной жизни ты это не заметишь то здесь это все проговаривается проговариваются твои мысли твои страхи ты здесь много узнаешь о себе какой-то человек то есть ты всегда жил жил и жил сюда пришел и ты поймешь ты на самом деле очень вредный зацикленный каких-то вещах человека или ты закомплексованный или на самом деле за проектом тебя было легко построить отношения с мужчины а здесь плохо или допустим у тебя повторяется цикличность отношений то есть у тебя тогда были все такие парни и здесь ты притягиваешься таких парней начинаешь разбираться в чем причина чем проблема или какой-то определенный спор как вы решите как выйти из конфликта как наладить взаимоотношения как научиться бы контролировать и так далее очень 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 много здесь на самом деле полезных вещей поэтому когда я говорю что дом 2 эта школа жизни и здесь на кого здесь не было никуда это не поймет потому что вы просто сидите смотрите это с экрана для вас это как шоу это не так была в липецке нет только что желание шариков смотрела как-то относится кадришова честно говоря так получилось что мы с ним не пересеклись я его увидела только через с поляны на москву с поляны на сэшелы и сэшел на поэтому иногда очень сложно понять человека через экран потому что когда я пришла на проект я поняла что здесь абсолютно все другие люди то что то что я видела по телевизору естественно меня из каких-то маленьких кусочков жизни особенно ярких если все самое яркое показывает или проблему какую-то и потом когда пришла сюда я поняла что здесь абсолютно все нормальные адекватные добрые люди просто в силу какого-то каких-то своих характеров или каких-то определенных ситуаций и все поэтому я о нем пока не сложно сказать если чеком так пообщаясь я могу дать какую-то церковь сколько языков ты знаешь один ну прям вот знаю только один еще раньше знала цыганский язык русско цыганский потому что цыганский языком бывает развод крымско цыганский бывает украинско цыганский русско цыганский если я знаю русско цыганский я уже украинско цыганский не все слова понимаю я уже забыла уже не помню так могу пару фразочек сказать вот потом ну все ну вот итальянский знаю но тоже стала забывать кстати сумерки смотрите нет еще не очень люблю сумерки или ты столько хороша пасибо какой рост и диаметр 73 рассадка такая пасибо привет привет очень красивая почему ушел саймон он никуда не ушел он здесь так привет очень красивая пара наконец-то вы друг друга нашли очень рада за вас спасибо носик милый впереди когда ты пришла было страшно или не так себе было первый день когда я пришла я вообще ночь не спала я первые три дня вообще не спала ни день ни ночь мне был настолько измучены высосаны уставший организм плюс я не могла поверить что я здесь нахожусь плюс осознание того что за тобой наблюдают камеры плюс я попала в эту дурацкую ситуацию очень сложно морально здесь очень многие не выдерживают то есть приходит на два-три дня уже уходят со слезами многие не выдержит и считаю что есть люди которые остаются то остаются сильные люди какая часть тела больше всего тебе нравится в жене у него все какой-то такой аккуратненько и сексуально у вас там иногда унижает клеймо ставят хана вот это неправильно конечно тут вырабатываешь в себе какой-то некий ну либо тебе то есть есть люди которые в этом указывать на достатке и ты на этих достатках можешь зарыться закрыться вот или ты от того что тебе грубо говоря тысяч на твои недостатки ты начинаешь агрессировать очень сильно вот какие-то моменты ситуации ты начинаешь ревновать или что-то держать себе в голове ты все это все накручиваешь и тоже начинаешь агрессировать то есть поэтому тут тут агрессия потому что ли ты сделал какую-нибудь ситуацию по сути по факту ничего страшного не произошло но здесь тебе навешу что ты уже там на флиртовала что ты там уже все шебе хотя по факту ты ни с кем не переспала ни с кем никого не потрогал никого не поцеловала а могут все так выставить но это некая психологическая будешь к быстро привыкаешь камера ну я как-то быстро привыкла как бы вроде есть осознание что есть но многие ученки там не стесняются в туалет ходить вот если что и я в туалет не стеснялась ходить но все равно вот эти знаете моменты под камерами это все-таки необычные ощущения как у тебя же не дела хорошо рост и вес рост метр семьдесят три а вес не знаю наверно уже 55 килограмм знаешь силу ивановка рядом с логичевском конечно знаю конечно ивановка я туда часто ездила на машине гоняла это за пост туда переезжаешь ивановка вот чем красишь брови то мне татуаж сделали перманентный комиссия на приходил захару когда драка лицо твоему разбину это просто давайте знать мелкая ситуация но настолько сколько и ты обважь морально устаешь психологически уже не увозишь срочно все плюс там такая ситуация в которой можно было избежать просто все уже на эмоциях были как ты относишься к строковое очень хорошо вот кто их я она однажды очень мне сильно поддержала я надеюсь на всегда это за женскую солидарность и она всегда быть по факту говорит как есть то есть она мне нравится как она мыслит как она за женщину вот знаете как же реально женская солидарность все общаются да милена тоже мне очень нравится хоть и вот знаете на смотрите эфиры думаете что она какая-то там они нормально нет милена очень хорошая девочка то что у него с коллективом там многие так настроены что она там грубо отвечать не отвечает но на все есть то это причина возможно она где-то нервничать это переживает где-то хочет чтобы хвалили вот атака я с ней общаюсь она абсолютно хорошая девочка и она кстати всегда за то чтобы в мире была правда чтобы то есть она за такой человеческую правду то есть там потом за шарики отпускаем небо много это вы знаете что птицы то умирает на за порядок сейчас за честность за порядок чтобы там сильно не обижали слабых что если кто-то был плохо настроен против милена то я вам говорю что это очень хороший человек на самом деле просто в отношениях мы всегда бываем злимся и нам что-то не хватает или наоборот мы хотим как-то поменять жизнь но не можем потому что любим человека из этого мы начинаем беситься и срываться знаете всякие ситуации могут быть но это не говорит о том что чек плохой добиться своей цели как добиться своей цели но первое что у вас есть это когда вы на что-то смотритесь и вам это нравится это становится вашей мечтой потом цель план и просто идти на пролом и и если у вас что-то не получается пробовать все различные выходы не получилось здесь идете дальше не плачет здесь идут дальше чтобы еще достигнуть что цель чтобы добиться цели нужно каждый настраиваться на позитив общаться с людьми которые чего-то добились вокруг себя окружить успешным обществом потому что только люди которые чего-то добились они могут вам все дать хороший совет то есть поменять сообщество первую очередь потому что если вокруг вас есть общество и вы становитесь успешным то эти люди будут станут струны против вас потому что они хотят чтобы вы выходили из его потому что вы начинаете уже мысль по или думать по-другому рассуждать а это общество которое ничего не добилась она не уже не согласится с вами и она будет вас тормозить будет вас обратно тянуть понимаете не верить вас поэтому чтобы достичь успеха в первую очередь окружение поменять в первую очередь поменять окружение умными успешными людьми это правда что у вас сценарий нет вы что все как есть не ссорьтесь пожалуйста юля тебе еще кровать достилать сладкий мы все иду ладно пупсики мои давайте я завтра еще буду прям эфир все целую что вот 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 Продолжение следует...